здравствуйте уважаемые студенты сегодняшняя наша тема вторая называется дорожные знаки дорожные знаки разделяется на 7 группы первая группа это предупреждающие знаки вторая группа называется знаки приоритета 3 группа называется запрещающие знаки 4 группа называется предписывающие знаки 5 группа называется информационно-указательные знаки 6 группа называется знаки сервиса 7 группа называется дополнительно информационные знаки на втором на этом занятии втором занятии мы посмотрим первая вторая третья группа остальные 4 5 6 7 группами посмотрим на следующем занятии значит первая группа предписывающие предупреждающие знаки предупреждающие знаки используются для информирования участников дорожного движения о расположении особенностях и приближения к опасному участку дороги движение по которому требует принятия мер соответствующие обстановки предупреждающие знаки 1 1 1 2 1 5 и там подобные 1 30 устанавливается в населенных пунктах на расстоянии 50 100 метров а вне населенных пунктов на расстоянии 150 300 метров до начала опасного участка при необходимости знаки могут устанавливаться на ином расстоянии который в этом случае указывается на дополнительном знаке 7 1 1 знаки 1 13 и 1 14 могут устанавливаться непосредственно перед началом спуска непосредственно перед началом спуска или подъема если спуска и подъемы следует один за другим вне населенных пунктов знаки 1 1 1 2 1 9 1 10 1 21 и 1 23 повторяются второй знак устанавливается на расстояние на расстояние не менее 50 метров до начала опасного участка знак 1 1 2 3 при проведении краткосрочных работ на проезжей части может быть установлен на расстояние 10 15 метров до места проведения работ знаки 1 3 1 и 1 2 1 3 2 устанавливается непосредственно перед железнодорожным переездом так вот здесь посмотрим некоторые предупреждающие знаки например 1 1 1 железнодорожный переезд со шлагбаумом 2 1 1 2 1 1 путная железная дорога 1 3 2 многопутная железная дорога так следующее 1 1 9 разводной мост называется или паромная переправа называется следующее 1 10 выезд на набережную так следующее 1 21 дети участник дорогу вблизи детского учреждения например школы место отдыха детей детсаде может быть на проезжей части которого возможно про появление детей так следующее у нас 1 23 дорожные работы вот это некоторые дорожные знаки предупреждающие знаков точнее первая группа дорожных знаков вот которые повторяющие знаки вот первый 1 1 железнодорожный переезд со шлагбаумом 1 2 железнодорожный переезд со шлагбаумом это повторяется и вот здесь 1 9 разводный мост 1 10 уезд на набережную 1 21 дети 1 23 это дорожные работы вот это 6 знаков часто повторяющийся знак следующие знаки приоритета вторая группа значит знак приоритета устанавливает очередность движения участников дорожного движения на перекрестках отдельных пересечениях проезжих частей или узких участках дороги здесь я показала 2 2 3 1 называется главная дорога начало дороги на которой предоставлено право на первоочередное движение перед транспортным средством движущимся по второстепенной дороге через нерегулированные перекоски вот здесь 2 2 конец главной дороги называется вот это если зачеркнута линия это конец главной дороги так теперь третья группа запрещающие знаки это запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения например 3 1 выезд запрещен значит здесь запрещается выезд всех транспортных средств следующий 3 2 движение запрещено значит здесь запрещается движение тоже всех транспортных средств так кроме этого кроме этого есть несколько знаки запрещающих например здесь я больше не показала ну если есть вопросы конечно можете задавать по телеграмму или на речку может отправить вопрос есть еще обгон запрещен например обгон запрещен тоже разделяется на два вида знаков первый обгон запрещен на легковых автомобилях вторая обгон запрещен на гурзовых автомобилях например еще знак есть поворот запрещено налево или направо два вида или есть разворот запрещен или движение гурзовых транспорт транспорт средств запрещено движение гурзовых транспортных средств например или еще один знак есть движение пешеходов запрещено это знак применяется основной на автомагистралях что-то автомагистрал уже вы знаете на первом группе тоже есть и на следующем занятии еще подробно будем посмотреть как автомагистрал и какие там есть правила правила движения так на этом я заканчиваю краткая информация на первом втором третьем группе дорожных знаков остальные четыре группа мы будем посмотреть на следующем занятии спасибо за внимание за внимание за внимание